Достоевский Они снятся и мерещатся Перед ёлкой и в самую ёлку перед Рождеством Я всё время встречал на улице На известном углу одного мальчишку Ну, не как более семи лет Страшный мороз Он был одет почти по-летнему Но шея у него была обвязана каким-то старьём Значит, его кто-то как-то снаряжал Посылая Он ходил с ручкой Это технический термин Значит, просить милостыню Термин выдумали сами эти мальчики Таких, как он, множество Они вертятся на вашей дороге И завывают что-то заученное Но этот не завывал Я говорил как-то невинно и непривычно И доверчиво смотрел мне в глаза Стало быть, лишь начинал профессию На расспросы мои он сообщил, что у него сестра Сидит без работы Больная Может и правда Но только я узнал потом, что этих мальчишек Тьма тьмущая Их высылают С ручкой Хотя бы в самый страшный мороз Если ничего не наберут То, наверное, ждут Побои Набрав копеек Мальчик возвращался Возвращается С красными, окоченевшими руками В какой-нибудь подвал Гипьянцев Это какая-нибудь шайка Халатников Из тех самых, которые Забастовав на фабрике Под воскресенье В субботу Ах, возвращается Вновь на работу Не ранее, как В среду вечера Так в подвалах Там Пьянствуют С ними их голодные Битые жены Тут же пищат Голодные Грудные Их дети Водка Грязь И разврат А главное Водка С набранными копейками Мальчишку Тут чажу посылают в кабак И он приносит еще вина Забаву ему иногда Зальет в рот косушку И Хохочет Когда он С пресекшимся Дыханием Упадет Чуть не без памяти На пол И в рот Мне водку Скверную Безжалостно Вливал Когда он подрастет Его Поскорее Избывает Куда-нибудь На фабрику Но все Что он заработает Он опять Обязан Проносить Халатником А те опять Пробивают Но уж И до фабрики Эти дети Становятся Совершенными Преступниками Они Бродяжничают По городу И знают Такие места В разных Подвалах Которые Можно пролезть И где можно Переночевать Незаметно Один из них Ночевал Несколько ночей Сряду У одного Дворника В какой-то Корзине И тут Его так И не замечал Само собой Становятся Воришками Воровство Обращается В страсть Даже Восьмилетних Детей Иногда Даже Без всякого Сознания О преступности Действия Под конец Переносит Все Голос Холод Побои Только заодно За свободу И убегают От своих Халатников Бродяжничают Уже От себя Это дикое Существо Не понимает Иногда Ничего Нигде Он живет Никакой Он нации И есть ли Бог И есть ли Государь Даже такие Пилит Об них Вещи Что Невероятно Слышать И однако Все Факты Но Я Романист Мне кажется Одной Историю Сам Сочинил Почему Пишу Кажется Ведь я Сам Знаю Наверное Что Сочинил Но Мне Все Мерещится Что Это Где-то И Когда-то Случилось Именно Это Случилось Как раз Накануне Рождества В каком-то Огромном Городе И В ужасный Мороз Месяц Мне Был В подвале Мальчик Но Еще Очень Маленький Лет Шести Даже Менее Этот Мальчик Проснулся Утром В Сыром Холодном Подвале Одет Он Был Какой-то Халатик И Дрожал Дыхание Вылетало Белым Паром И Он Сидя В углу На Сундуке От Скоки Нарочно Пускал Этот Пар Изо Рта И Забавлялся Смотря Как Он Вылетает Но Ему Очень Хотелось Кушать Он Несколько Раз С утра Подходил К Нарам Где На Тонке Как Блин Подстилки На Каком-то Узле Под головой Вместо Подушки Лежала Больная Мать Его Как Она Здесь Ощущалась Ну Должно Быть Приехала Своим Мальчиком Из чужого Города И Вдруг Захворала Хозяйка От Травматизм Как Восьмидесятилетняя Старушонка Живший Нигде 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 Нашел И Раз В Десятый Уже Подходил Разбудить Свою Маму Жутко Стало Ему Наконец В Темноте Давно Уже Начался Вечер Огня Не Зажигались Ощупав Лицо Мам Он Поделился Что Она Совсем Не Двигается И Стала Такая Же Холодная Как Стена Очень Здесь Холодно Подумал Он Постоял Немного Бессознательно Забыв В свою Руку На Плече Покойницы Потом Вдохнул На Свои Пальчики Чтобы Отогреть И Вдруг Нашарив На Нарах Свой Кыртузишко Пусть Вонь Кощупью Пошел Из Подвала Он Еще Бо И Раньше Пошел Да Все Боялся Вверху На Лестнице Большой Собаке Которая Выла Весь День У Соседских Дверей На Всю Улицу Деревянные Низенькие Домишки Запираются Ставнями На улице Чуть Смеркнется Никого Все Затворяются По Домам И Только Завоевают Целые Стали Собак Сотни И Тысячи Их Воют И Лают Всю Ночь Ну а там Был Зато Так Тепло Ему Давали Кушать А здесь Господи Как бы Покушать И какой Здесь Стук И гром Какой Свет И люди Лошади И кареты И мороз Мороз Мерзлый Пар Валит От Загнанных Лошадей Из Жарко Дышащих Морд Их Сквозь Рыхлый Снег Звенят Об камни Подковы И все Это Так Толкается Между Собой Господи Так Хочется Поесть Хотя Бо кусочек Ну Какой Нибудь И так Больно Стало Вдруг Пальчика Мимо Прошел Блеститель Порядка И Отвернулся Чтоб Не заметить Мальчика Вот И опять Улица Ух Какая Широкая Ну Вот Здесь Так Раздавят Наверное Как они Все Кричат Бегут И едут А Свет Тут Свет Тут Куколки А это Что Ух Какое Большое Стекло А За стеклом Комната А В комнате Дерево До Потолка Это Это Елка А А на Елке Столько Огней Сколько Золотых Бумажек И Яблоков А Кругом Тут же Куколки Маленькие Лошадки А По Комке Бегают Дети Нарядные Чистенькие Смеются И Играют И Едят И Пьют Что-то Вот Эта Девочка Начала С мальчиком Танцевать Какая Хорошенькая Девочка Вот И Музыка Сквозь Стекло Слышно Глядит Мальчик Девица Уши Смеется А вам У него Болят Уже Пальчики И На Ножках И На Руках Стали Совсем Красные Уш Не Сгибаются И Больно Пошевелить И Вдруг Вспомнил Мальчик Про то Что у него Так Болят Пальчики Заплакал И Побежал Дальше И Вот Опять Видит Он Сквозь Другое Стекло Комнату И Опять Там Деревья Но На Столах Пироги Всякие Миндальные Красные Желтые И Сидят Там Четыре Богатые Барыни А Кто Придет Они Там Вот Дают Пироги И Отворяется Две Поминутно Входят Входят К ним С Улицы Много Господ Подкрался Мальчик Отворил Дух Дверь И Вошел Ух Как на него Закричали Замахали Одна Барыня Подошла Поскорее И Сунула ему В руку Копеечку А сама Отворила ему Дверь На улицу Как он Испугался А Копеечка Тут же Выкатилась И Зазвенела По ступенькам Не Мог Он Согнуть Свои Красные Пальчики И Придержать Ее Выбежал Мальчик И Пошел Поскорее Поскорее Куда Сам Не Знает Хочется Ему Опять Заплакать Да уж Боится И Бежит Бежит На ручки Дует И Тоска Берет Ее Потому что Стало ему Вдруг Так Одиноко И Жутко И Вдруг Господь Да что Это опять Такое Стоят Люди Толпой Девяться На окне Со стеклом Три Куклы Маленькие Разодетые В красной Зеленой Платице И Совсем Совсем Как Живее Какой-то Старичок Сидит Будто Играет На большой Скрипке Два Других Стоят Тут же Играют На маленьких Дудочках А в такт Качаются Головами И Друг На друга Смотрят И Губу Не Шевелятся Говорят Совсем Говорят Только Вот Из-за Стекла Не Слышат И Подумал Сперва Мальчик Что Они Живые А Как Догадался Совсем Что Это Куколки Вдруг Рассмеялся Никогда Он Не Видел Таких Куколок И Не Знал Что Такие Есть Вдруг Ему Почудилось Что Сзади Его Кто-то Хватил За Халатик Большой Злой Мальчик Стоял Подли И Вдруг Трескнуло Его По Голове Сорвал Картуз А Там Сам Снизу Поддал Ему Ножкой Покатился Мальчик На землю Тут Закричали Обомлел Он Вскочил И бежать Бежать А вдруг Забежал Сам Не знает Куда В подворотню На чужой Двор И присел За дровами Тут Не сыщут Да и Темно Присел И Скорчился А Сам Отдышаться Не может От страха А Вдруг Совсем Вдруг Стало Ему Хорошо Ручки И ножки Вдруг Перестали Болеть И стало Так Тепло Так Тепло Как На печке И вот Он Весь Вздрогнул Ах Да Ведь Он Было Заснул Как Хорошо Тут Заснуть Посижу Здесь И пойду Опять Посмотреть На куколок Подумал Мальчик И Усмехнулся Вспомнив Про них Совсем Как Живые И Вдруг Он Послышал Что Под ним Запела Его Мама Песенку Мама Я Сплю Ах Как Тут Спать Хорошо Пойдем Ко Мне На Ёлку Мальчик Прожептал Над ним Вдруг Тихий Голос Он Подумал Было Что Это Все Его Мама Но Нет Не Она Кто Же Ты Его Позвал Он Не Видит Но Кто То Нагнулся Над Нем И Обнял Его В Темноте А Он Протянул Ему Руку И Вдруг Какой Какой Свет Какая Ёлка Да И Не Ёлка Это Он Еще Не Видал Таких Деревьев Где Это Он Теперь Все Блестит Все Сияет И Вдругом Все Кук Нет Нет Это Все Мальчики И Девочки Только Такие Светлые Все Они Кружатся Окол Него Летают И Все Они Целуют Его Берут Его И Несут Собою Да И Сам Он Летит И Видит Он Смотрит Его Мама И Смеется На него Радостно Мама Мама Ах Как Тут Хорошо Мама Кричала И Опять Целуется С Детьми И Хочется Ему Рассказать Им Поскорее Про Тех Кукол За Стеклом Кто Вы Мальчики Кто Вы Девочки Спрашивает Он Смеясь И Любя Их Это Христова Ёлка Отвечает Ему У Христа Всегда В этот День Ёлка Для Маленьких Деточек У Которых Там Нет Своей Ёлки И Он Узнал Что Мальчики Эти И Девочки Все Были Все Такие Как Он Дети Но Одни Замерзли Еще В своих Корзинах В которых Он Их Подкинули На Лестнице К Дверям Петербургских Чиновников А Другие Задохлись У Чухонок От Воспитательного Дома На Прикормлении Ну Третьи Умерли У Истокшей Груди Своих Матерей Во Время Самарского Голда Четвертые Задохлись В Вагонах Третьего Класса От Смраду И Все То Они Теперь Здесь Все Они Теперь Как Ангелы Все У Христа И Он Сам Посреди Их И Простирает К ним Руки И Благословляет Их И Грешных Матерей А Матери Этих Детей Все Стоят Тут же В сторонке Плачут Каждый Узнает Своего Мальчика Или Девочку И Они Подлетают К ним И Целуют И Утирают Им Слезы Своими Ручками И Упрашивают Их Плакать Потому Что Им Здесь Так Хорошо А Внизу Наутро Дворники Нашли Маленький Трупик Забежавшего И замерзшего За дровами Мальчика Разыскали Его Мама Та Умерла Еще Прежде Его Оба Свиделись У Господа Бога На небе И Зачем Я Сочинил Такую Историю Так Не Идущую В Обыкновенный Разумный Дневник Да Еще Писатели А Еще Обещал Рассказы Преимущественно События Действительных Ну вот в том-то и дело Мне все кажется И мерещится Что все это Могло Случиться Действительно То есть То что Происходило В подвале И за дровами А там Об елке Христа Уже не знаю Как вам сказать Могло ли оно Случиться Или нет Ну На то я и Романист Чтобы Выдумывать До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok